Выставку картин открыли в Центре адаптации детей-инвалидов с церебральным параличом. Все работы выполнены воспитанниками центра на холстах с жидкими акриловыми красками. Наши дети любят рисовать, занимаются творчеством. И вот как результат мы решили нарисовать, попрощаться с летом и нарисовать картины. Всем понятно, что церебральный паралич, его не вылечить и с этим нужно жить. Как и многие заболевания, но тем не менее люди живут и учатся, и работают, и есть у нас, кстати, семьи, где растут здоровые детки. Получили образование и трудоустроились. Два десятка картин. Некоторые авторы новички, но есть и те, кто уже имеет опыт рисования на холсте с жидкими акриловыми красками. Открытие выставки приурочили ко Всемирному дню ДЦП. Эта дата – хороший повод привлечь внимание к проблемам людей с таким диагнозом. Творческие уроки по музыке, изобразительному искусству, занятия с психологом и логопедом помогают детям и взрослым адаптироваться. Рисунок «Гор» мне там был под Новый год. Вот это мне, так сказать, вторая и третья работы мои. Ну, занимаюсь еще в театрной студии «Инклюзион». Мы там уже, мы там даем спектакли. Вот у нас уже 25-го, да, 25-го числа будет спектакль «Девушка» по Платонову. Новосибирские новости в инстаграм nsknews.info. Позитивный взгляд на жизнь большого города. Подписывайтесь на наш аккаунт и следите за новостями. Мы покажем вам историю Новосибирска и самые яркие городские события. Поделимся полезной информацией, раскроем интересные факты и, конечно, расскажем об актуальных новостях. Новосибирские новости в инстаграм nsknews.info Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.